КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ В последующем врачи порекомендовали лишить его дееспособности, потому что они сказали, что эта болезнь развивается, она параноидальная и лучше будет для всех. Они лишили его дееспособности. В связи с источением облучения он это не вытерпел и повесился. Те наведенные привычки, которые они внушали дедушке, они пытались привить и мне, доказывая тем самым генетическую наследственность. У меня с детства была прекрасная память. Я в школе учился на тройке, но когда мне нужно было сдать все хвосты, вот, к примеру, по математике, я мог выучить наизусть все теоремы за очень короткие сроки. И ответить их наизусть, мне даже учительница очень этому удивлялась. Вот. Далее я мне не дали поступить в институт и закончить до конца школы. Я пошел в ПТУ на автомеханикам. Группу разбили, не набрали и нас перевели на сварщиков. Отучившись на сварщиков, я закончил училище хорошо. Далее я пошел работать на Рязанский трубный завод сварщиком. Отработав три года, я себя показал с лучшей стороны. Вот меня взяли без высшего образования в баррикадире. в баррикадире я проработал всего год. Но за этот год я смог научиться работать на всех станках и подал очень, скажем так, немало гениальных идей по развитию этого завода и для увеличения его производства. в конце я разгадал систему по оплате труба, по оплате труда вот с том, что нас обманывают и мы должны работать как бы за определенную зарплату, но не ту, которую они обещают. Вот, в связи с этим я это все осознал и понял, что стимул работа пропадает и решил уволиться в связи с этим. Уволишь с работой, у меня умирает бабушка. Мне создают искусственную депрессию. Меня не берут никуда на работу на протяжении двух месяцев. По стечению этого срока мне звонят с Рязанского трубного завода и говорят нежелательств вывернуться к нам. И тогда я не понял вообще почему это все ведет. Я им ответил, что не желаю. Вот. Но в итоге поискав еще работу меня никуда не брали и я устраивался обратно на Рязанский трубный завод. В пределе в отдел кадров меня направили к директору. Директор военный бывший. Вот. Мы с ним а я его просил чтобы меня не брали обратно бригадиром. На что он мне ответил. С твоими мозгами я бы сам пошел гайки крутить. Так что идея работы бригадиром. Начал мне рассказывать истории что ему самому предлагали идти директором на другой завод но он не бросил этот завод не оставил. Но я ему послушал и согласился пойти в бригадиры обратно. Как только вновь меня приняли на работу мне на карту перевели 40 тысяч рублей. Я не знал для чего они сделали но я подумал что единственный вариант перевода этих денег был тот что это все было из-за тех идей. Маме звонили и угрожали говорили а потом говорили что ошиблись. И мне постоянно звонили и говорили что я не нужен вообще в этой жизни я ничего не понимал придя домой включив компьютер он не работал появился вирус как и Б включив ноутбук появляется так же вирус как и Б и они не работают у меня появились какие-то сразу мысли подозрительные то что дедушка тоже был разговаривал с ККБшником меня стало страшновато в одно время страшновато и непонятно что происходит тут же у меня помутнело в сознании и и у меня появились какие-то мысли неосознанности я не понимал что происходит вообще вот у меня я выхожу в ночную смену на завод работать бригадиром с частиком на 9 стан они они со мной вели странный диалог но по той причине как мне поменяли сознание я вообще ничего не понимал что происходит вот операторша оператор стану номер 9 начала рассказывать мне какую-то непонятную историю когда меня пригласили на завод работать я проработал там всего одну смену на меня сильно действовало электромагнитное воздействие это очень очутимо когда это очень меняется сознание и не понимаешь почему это ко мне подходили люди и задавали неадекватные вопросы потом я понял что они что они смогли создать необходимую остановку только на этом заводе притащив меня туда и 40 тысяч которые пришли мне на карточку я снял всего 8 вот потратил из них 4 а все остальные деньги исчезли с этой карточки на следующий день после смены я отоспался и начал наводить порядок дома я выкинул свои старые петератки с ПТУ там 7 летней давности и старый одеколон дешевый в связи с тем что я купил себе новый более дорогой вот тут тут не с того не всего приезжает бригада скорой помощи они заходят ко мне в комнату и начинают спрашивать зачем ты выкинул эти вещи я им объяснил что тетератки я выкинул за тем что у нас есть интернет что я могу всю информацию посмотреть в интернете это раз выкинул одеколон в связи с тем что я купил более дорогой одеколон на старый они мне просто не нужны они стояли у меня уже 4 кода они мне сказали они меня спросили вас показывали по телевизору я им сказал что нет они сказали давайте проедем с нами тут я почувствовал какое-то ощущение эйфории то что мне так стало хорошо и легко я поехал с ними когда я приехал в больницу мне задали аналогичные вопросы и сказали подписать бумаги о госпитализации но я сказал что подписывать я ничего не буду они сказали если ты не подпишешь то мы в обязательном порядке должны будем тебя положить но в силу незнания законов я подвергся ихним манипуляциям я подписал эту бумагу и тут все началось меня направили в отделение так поместив меня в палату ко мне подошел пациент и спросил капли нафтезин я ему дал после этого через несколько секунд ко мне подходят другие пациенты с медсестрой и меня привязывают койки и говорят что нафтезин вызывает привыкание тогда я не понял что происходит и решил много не сопротивляться после этого меня начали колоть уколы на следующий день пришел мой дядя ему показали что я привязан за что мне пояснили сказали а за что пояснили сказали что я был был буйный на самом деле привязали меня практически без оснований тем самым они создавали впечатление что впечатление у моих родственников что я неадекватный и нуждаюсь в лечении после этого меня сильно закалывали уколами на мне проводили тесты кололи потом переставали колоть просили назвать фамилию своей мамы я не мог вспомнить я мог помнить все но не мог вспомнить фамилию своей мамы и не понимал к чему по истечению трех дней я все-таки написал фамилию своей мамы И они меня дальше стали закалывать Потом опять Я вспоминаю Меня ведут То ли наркотиками, то ли уколами В кабинет к психологу Как я уже в последующем понял Мне раскладывают картинки Задают вопросы Я вообще не понимаю У меня в глазах туман Все кружится Задают кучу вопросов Я им говорю, давайте не сейчас Когда я приду к себе Она говорит, ладно, сможешь идти Я еле-еле дошел по стеночке до койки Опять права в памяти Потом перестают меня колоть Я не понимаю, какое число Никто мне не говорит